Прыщ на носу. Самое страшное, что может случиться, конечно, если он маленький и симпатичненький на самом кончике, вы абсолютно можете быть уверены, что в вас кто-то влюбился, но если какой-то большой, который очень болит, который искажает лицо, из-за которого даже больно говорить и двигать лицом, двигать носом, то, конечно, с такими прыщами надо справляться ни в коем случае. Даже если там проглядывает гной, даже если видна белая головка, не выдавливайте прыщи на носу, над верхней губой и на подбородке, потому что это очень опасная зона, эта зона называется треугольник смерти. И плачевно заканчивается для некоторых людей самодеятельность в этой области с прыщами. Если вдруг возникает большой прыщ, который очень отечный, очень болезненный, вы можете спокойно взять гипертонический раствор. Этот раствор вы можете сделать самостоятельно. 9 частей воды и 1 часть соли, ну то есть, грубо говоря, 9 чайных ложек воды теплой, можно даже горячей, и 1 чайную ложку соли. Развести соль, получится 10% раствор. И приложить ваточку с этим раствором на часик, прям можно даже к больному прыщу, в принципе, в любой зоне, хорошо помогает на носу. Этот раствор тянет воду на себя, и он хорошо очень снимает отечность, и болезненность уходит. Если прыщик маленький, если он слегка красненький и сверху небольшой гнойничок, то выдавливать тоже не стоит, просто нанесите на него либо салицилово-цинковую пасту, либо циндол, это болтушка специальная лечебная, которая подсушит, и ваш прыщик вскоре скажет вам пока. Все остальные препараты лучше не применять. Даже если вы обратитесь ко мне, то такие яркие выраженные воспаления, они ни в коем случае не удаляются, поэтому в этом случае надо просто выждать и в дальнейшем ухаживать за лицом для того, чтобы таких проблем не возникало, либо искать какие-то проблемы по здоровью, если они возникают часто. И еще есть один момент, если высыпания на носу у вас возникают достаточно часто, они разные, крупные и мелкие, в целом нос достаточно такого розового, либо красноватого цвета, то есть прыщи не на фоне светлой кожи, а вот на таком, на красноватом фоне. И очень часто прыщи дополнительно возникают вот в этих областях, то есть в центральной части лица. Обязательно обратитесь к дерматологу, к косметологу, потому что это может быть диагноз розацией, и здесь самые обычные методы, которые применяются от прыщей, будут совершенно недейственны. У вас это будет обостряться постоянно, и мучиться вы будете много лет, если не обратитесь к врачу. И если, конечно, у вас возникает вопрос, необходимость в полной консультации, в обследовании, то я с удовольствием вас приму и сделаю всевозможное, чтобы таких проблем у вас больше не возникало. Очень рада была вас видеть. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok